Для футбольного клуба «Орел ГУ» второй сезон национальной футбольной студлиги стал не самым успешным. По ряду причин. Как итог, орловчане заняли девятую строчку турнирной таблицы из 16 возможных. Мы планировали войти в пятерку, но у нас не получилось. Где-то, видимо, мы не доработали. Как всегда у нас начало чемпионата. То есть, ходить мы очень тяжело входим, проиграем. Что если брать первый чемпионат, второй чемпионат, то же самое, первые игры мы проваливали. То потом мы набирали. Определяющую роль в итогах национального первенства сыграли травмы игроков и большая ротация состава, аргументирует наставник команды. Первое, то, что у нас выбрало в том году ведущий игрок у защиты, это Максим Борзенков. И второе, то, что у нас даже взять Москву, если взять Николаев, получил тоже во второй игре травму нелепую. Ну, и Коля Абашин тоже получил травму. В сечении обстоятельств такие у нас получилось, одно на одно наложилось. Футбольная команда – это слаженный механизм, где каждый игрок выполняет поставленные тренерские задачи. Тяжело с реализацией. Мы пытаемся, создаем моменты, но не можем их реализовать. И, соответственно, в защите мы играем. Не можем до конца играть всегда на ноль. Если мы не забиваем, как говорится, забивают себе. В подготовке к первенству страны футболисты проходили интенсивные тренировки на выносливость и скорость. Во время сезона внимание уделяется работе с мячом. В минувшие выходные «Орел ГУ» провел свой стартовый матч в чемпионате области, в котором одержал победу. В ближайшую субботу в 17 часов на футбольном поле «Дюж-3» пройдет очередной этап чемпионата, где студенты «ОГУ» выйдут на поле против Орловского командора. Андрей Деркач и Олег Фомин. Телеканал «Первый областной».